Добрый день, уважаемые коллеги! Как хорошо меня слышно! Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если слышите меня хорошо. Ага, прекрасно. Ну что ж, коллеги, для тех, кто меня не знает, меня зовут Павел Юрьевич Калиников, я руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. И сегодняшняя тема нашего вебинара посвящена тому, как преподавателю стать автором электронного учебного издания у нас, в компании Директ Медиа, в электронной библиотечной системе, университетская библиотека онлайн и в других наших сервисах. Для начала, как всегда, несколько слов перед вебинаром. Хочу отметить, что все материалы вебинара доступны в окошечке ресурсы, то есть сегодняшнюю презентацию. А, кстати, в сегодняшней презентации будет достаточно много... Ну, она такая более текстовая, в ней много документальных текстов, и ее можно скачать и использовать ее для своих нужд. Ну, и также не только для своих, а если кто-то из вас захочет в своем учебном заведении или где-то провести соответствующий семинар, или для кого-то рассказать, то, ради бога, со ссылкой для нас наши презентации можно использовать. Для тех, кто на наших вебинарах еще не был, напоминаю, как это можно сделать, скачать. Значит, вот здесь вот наверху, примерно направление указываю, есть папочка, есть иконочка в виде открытой папки, желтой. В ряду икон, где поднятая рука, смайлик, и вот третья иконочка – это вот такая вот папка. Нажимая на нее, последовательно вы открываете или закрываете окошечко ресурсы, и в этом окне есть файлы и ссылки, которыми вы можете воспользоваться. Вот один из таких файлов – это сегодняшняя презентация. Второй файл – это план вебинаров до конца декабря. Его я тоже вам советую скачать. И также сегодня расскажу про некоторые вебинары, которые состоятся после сегодняшнего. Давайте я про два таких вебинара расскажу. Один из них состоится завтра. Это вебинар, который тоже буду вести я. Называется он вот так вот. Тот из вас, кто был на моем прошлом вебинаре, посвященном арт-порталу, уже знает примерно, о чем идет речь. Там я тоже затронул наш проект «Артотека». А вот завтра будет вебинар, полностью посвященный нашему новому электронному издательскому проекту «Артотека». В более подробном ключе рассмотрим именно этот проект. И на этот вебинар можно прямо здесь сейчас зарегистрироваться. Вот по этой вот ссылочке. Ну и второй вебинар, который я хотел бы вам представить, это вебинар, который пройдет 21 декабря. Почему именно его я хотел бы вам представить? Потому что тема этого вебинара пересекается с сегодняшней темой нашей. Это вебинар, который называется «Издательство Директ Медиа. Находка для преподавателя». Вести его будет Анна Иванова. Человек, который непосредственно принимает участие в издательстве Директ Медиа и в ВКонтакте с авторами. И на этот вебинар можно зарегистрироваться вот по этому адресу. Тоже прямо сейчас. Давайте я его скопирую. Так что впереди нас еще ждут интересные вебинары. Вообще в декабре еще много интересных вебинаров будет. Так что смотрите. Заранее хочу анонсировать, что в декабре наши вебинары не заканчиваются. Мы рассматриваем сейчас вопрос о том, чтобы в следующем году с такой же интенсивностью вести нашу вебинарную деятельность, пригласить еще много интересных людей и много еще интересных тем осветить. Но это уже дело будущего. А сейчас давайте приступим, собственно, к нашему вебинару. Давайте я сотру то, что здесь нарисовал. Ну, несколько слов общих, да, по поводу темы нашего вебинара. Книжная продукция известна нам, ну, буквально с наших молодых лет, да. Все мы знаем, что такое книжка, что такое издание и так далее. Ну, вот в последние несколько лет, я бы сказал, десяток лет примерно, может быть, чуть больше, развивается такое направление, как электронная книга или электронная издательская деятельность. Понятие это широкое, несколько более широкое, чем традиционная издательская деятельность. Связано это с тем, что сама по себе электронная издательская деятельность позволяет чисто технологически гораздо больше сделать, чем традиционная издательская деятельность. Но в том числе сегодня мы не будем рассматривать такие сложные электронные издательские проекты, которые очень сильно отличаются от книжного издательства. Рассмотрим вопросы электронных книг, электронных учебников, научных работ и так далее. Это то направление, по которому авторы, в частности, авторы из вузов и других учебных заведений могут сотрудничать с нашим издательством Директ Медиа и размещать свои электронные издания в нашей электронной библиотечной системе и в других наших электронных сервисах. Вот об этом мы сегодня поговорим. Но, однако, сегодняшний вебинар будет посвящен не только непосредственно этой теме, но и некоторым более общим вопросам по поводу того, что же такое электронная книга, как она у нас понимается и как нам лучше с вами вести вот эти вот отношения, издательские отношения. Ну что ж, коллеги, приступим. Наши основные продукты компании Директ Медиа – это университетская библиотека онлайн. Это наша магистральная электронная библиотечная система, которую мы развиваем уже много лет. Ну, у нас есть с прошлого года, мы также являемся владельцами другой ЭБС, книгафонд – это старейшая ЭБС на соответствующем рынке. Сегодня я не буду говорить о соотношении этих, кто-то подписан на одну ЭБС, кто-то на другую. В данном случае сейчас это безразлично, потому что и в той, и в другой мы можем размещать электронные издания от наших авторов. Пару слов от компании, о компании Директ Медиа. Компания Директ Медиа – это издательство, издательство научной и учебной литературы существует с 2002 года, то есть как издательство Директ Медиа существует гораздо раньше самого факта появления электронных библиотечных систем. Мы занимались издательской деятельностью, в частности электронной издательской деятельностью, гораздо раньше, чем вышли на рынок ЭБС. У нас тут богатый опыт. Мы в свое время, когда основным форматом были диски CD и DVD, мы занимались изданием различных электронных изданий, в основном по искусству и по другим направлениям на этих носителях, потом перешли на сетевые носители. Ну и в настоящий момент у нас мы являемся владельцами двух электронных библиотечных систем, но и продолжаем собственную издательскую деятельность, совместную с вот этим видом деятельности электронных библиотечных систем. То есть на настоящий момент у нас в прайсе издательства около полутора тысяч учебников и монографий, научно-популярная, классическая литература, мультимедийные издательства, художественные альбомы. Все эти издания, они у нас существуют в электронном виде, но есть и ряд проектов, реализованных в традиционном бумажном виде, такие как совместный проект с издательством «Комсомольская правда». Это великие художники, великие музеи, архитекторы и так далее. Очень интересная литература, вы можете ее повстречать на полках магазин, ближайшего магазина вашего книжного, это очень популярные учебные издательства. То есть мы, как издательство, обладаем всем тем потенциалом, которым обладает традиционное издательство, но тем не менее ориентированного больше на издание электронных книг и прежде всего для наших электронных библиотечных систем. Мы можем контактировать с вашим вузом или с вашей компанией по-разному. В зависимости от того, кому принадлежат права на те или иные издания, мы можем контактировать либо непосредственно с автором, либо с его кафедрой, факультетом, либо с издательством вашим, в котором происходит издание книг внутри вашего вуза. В общем, есть разные формы сотрудничества, так что тут мы представляем интерес не только для конечных авторов, но и для сотрудников вузов, которые хотят оптимизировать ваше сотрудничество с нами. В частности, если у вуза есть книги, которые находятся в его ведении, права принадлежат вузу, то подписка для этого вуза при условии передачи этих книг может быть на взаимных условиях оптимизирована по цене, и это достаточно удобная форма сотрудничества тоже. Сегодня мы больше будем говорить о сотрудничестве именно с автором, как с физическим лицом. Достаточное количество топовых авторов у нас есть в издательстве. Несмотря на то, что мы не занимаемся, как правило, не занимаемся выпуском бумажных книг, с нами сотрудничает достаточное количество вот таких вот интересных авторов. Например, в экономической области это Леонид Маркович Григорьев из Высшей школы экономики, по журналистике Виталий Третьяков, по праву Сергей Николаевич Братановский и так далее. В общем, у нас достаточное количество книг издано вот таких вот авторов, которых все знают. Так что вам в этой компании будет не скучно и достаточно хорошо. Почему электронная книга? Почему вдруг все так заговорили об электронной книге, как об формате будущего? Ну, на самом деле, я считаю, что это не формат будущего, а уже очень-очень давно формат настоящего. И, возможно, даже этот формат уже даже немножко и устарел. Ну, так, в кавычках устарел, конечно. То есть нас ждут какие-то еще более продвинутые форматы. Ну, об этом, наверное, в будущем мы поговорим. А пока вот давайте посмотрим. Электронная книга – это вот самый популярный текущий формат. Количество электронных книг на рынке с каждым годом растет, при том, что количественные показатели бумажной литературы, они либо стагнируют, либо падают, ну, либо растут по разным данным и по разным показателям, либо растут очень медленно. Ну, если вы заходили в ближайший книжный магазин, вы могли это видеть. Во-первых, у нас в стране книжные магазины, к сожалению, их становится все меньше, они ликвидируются, многие из них. Их не просто так, а потому что соответствующий спрос падает. Цены на бумажные книги неимоверно растут и уже превышают все мыслимые значения. Это говорит о том, что отрасль, собственно, книга «Печатная отрасль», она испытывает огромные трудности. Но это не значит, что вся отрасль, связанная с издательской деятельностью, испытывает такие трудности. Электронная книга, наоборот, находится на подъеме. Ее рост, мировой рост, это десятки процентов в год. И до насыщения, видимо, еще далеко этого процесса. Вот, а почему же это так происходит? Ну, прежде всего, потому что электронная книга позволяет оптимизировать очень много издательских процессов и в связи с этим сделать и саму книгу доступнее, и сократить процесс издательский. Ну, и кроме того, цифровая книга, она удобнее, во многом удобнее для конечного потребителя. Цифровую книгу можно потреблять по-разному. Можно читать ее с экрана большого монитора, можно использовать ее на специальной читалке, бук-ридере. Можно даже иногда в некоторых форматах читать ее прямо с телефона. И это удобно, особенно для больших книг, которые не возьмешь с собой, не почитаешь, например, в метро или в транспорте. То есть масса положительных свойств есть у электронной книги как для издателя, так и для автора и для конечного потребителя. Именно поэтому электронная книга такое распространение имеет. Коллеги, я вот вижу, тут у меня загорелись вкладочки вопросы. Я на них, с вашего позволения, отвечу позже, пока не буду прерываться. Да, ну и в конечном виде, кроме всего прочего, электронная книга не отрицает бумажный вариант. И по современной технологии печати по требованию, принят он демант, можно напечатать столько экземпляров книги, сколько надо. Конечно, по этой технологии печати стоимость экземпляра будет несколько выше, чем тиражная книга. Но, во-первых, эта область сильно развивается, и цены между разовой печатью и тиражной печатью все больше и больше сокращаются. Ну, а, во-вторых, конечно, удобство того, что можно выбрать ровно столько экземпляров, сколько вам надо, это тоже дорогого стоит. Поэтому эта область тоже сильно развивается. Да, ну и качество печати принт он демант тоже за последние годы сильно улучшилось, и такую книгу стало почти не отличить от оригинального издания, такого как тиражная книга. Продолжаем разговаривать по поводу преимуществ электронной книги. Ну, во-первых, вы можете достаточно быстро, ну, тут написано мгновенно, мгновенно я бы не сказал, конечно, но по сравнению со временем издания бумажной книги достаточно быстро доносить свои мысли и идеи до читателя. Если традиционный издательский процесс длится в среднем полгода, то на издание электронной книги она издается в среднем примерно за месяц, но это вот наши такие средние данные. Дальше нет затрат на доставку. Доставка в данном случае это прохождение битов информации по сети интернет и ничто больше. Нет затрат на тиражирование. Ну, тут вообще вопрос очень интересный. Электронное издание, его основной плюс, даже не только электронной книги, а вообще любой электронной издательской деятельности, это так называемая нулевая стоимость копии. То есть, после того, как вы книгу создали, автор ее написал, и издательство ее издало в электронном виде, следующий экземпляр этой книги стоит условно ноль копеек. Да, ну, вообще понятие следующего экземпляра, оно практически отсутствует. То есть, книга воспроизводится в стольких экземплярах, сколько надо читателям. И это уже дополнительно не стоит ни копейки. В то время как издание еще одной книги в бумажном тираже всегда стоит определенную сумму. Особенно, если это издание еще одного экземпляра, после того, как весь предыдущий тираж был исчерпан. Тут встает вопрос о новом тираже, и, конечно, возникают разные сложности. Вообще, на вот этом понятии нулевой стоимости экземпляра строится целая философия электронно-издательской деятельности, и философия цифрового мира съездится вот на этом примерно. То есть, это очень глубокий процесс, который изменил все наши представления о передаче информации, и, в частности, об издательской деятельности тоже. Из предыдущего следует следующее. То, что электронная книга позволяет получить широчайший охват аудитории по всему миру. Нет затрат на доставку, нет затрат на новый экземпляр. Поэтому там, где книга потребовалась, там она сразу через секунду и появляется. И не требуется ни издавать нового экземпляра, ни передавать этот экземпляр по почте или через какую-то... организовать какие-то логистические схемы для того, чтобы передать книжку в Китай или в Южную Америку, например. Ну и последний момент для всех, для нас, не безинтересный. Это экологичность. То, что на такое издание не расходуется древесина, не надо вырубать леса. Доставка информации происходит безэкологично достаточно. Про права чуть попозже поговорим. И вообще это интересная тема, конечно, тут электронные права. Это особый разговор, много подводных камней, но мы их решаем. И, в общем-то, как правило, очень все нормально происходит. Тут по вопросу с правами много моментов, связанных и с тем, что и с теми правами, которые приобретаете вы, и с теми правами, перед которыми становятся авторы, когда им надо сделать комплексное произведение. Ну, например, когда необходимо использовать иллюстрации какие-то, которые не ваши. Вот об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. В каких форматах мы работаем? Ну, вообще, существует много общепринятых форматов. Один из таких форматов – это PDF. Это стандартный формат передачи информации, верстанной, хорошо верстанной информации в интернет. Ну, вообще считается, что в интернете другие форматы не должны передаваться. Если вы работаете, например, в Варде или делаете табличку в Excel, в частной переписке вы можете передавать друг другу эти файлы. Что касается, если вы хотите их опубликовать в интернете, хорошим тоном является преобразование этих файлов в формат PDF, с тем, чтобы каждый мог его прочесть. Потому что ваш потенциальный читатель не обязан, например, иметь у себя Excel или Word. А вот PDF-файл, он прочтет всегда при любых обстоятельствах. Вот если вы скачали, например, нашу табличку плана наших вебинаров, она сверстана в Excel, но, тем не менее, я вам дал файл в формате PDF, чтобы не напрягать вас с поиском соответствующего программного обеспечения. Adobe Reader тоже можно установить, но Adobe Reader, во-первых, является стандартным средством и бесплатным средством, в отличие от офиса. Во-вторых, большинство браузеров сейчас поддерживает PDF уже на... Вам не надо переходить даже в Adobe Reader для того, чтобы почитать PDF-файл. Если вы нажимаете на ссылочку, которая ведет на PDF, он у вас откроется просто в окошечке браузера, вы можете почитать даже не переходя к Adobe Reader. Что касается стандартным, в данном случае речь идет не о костах российских, а о общепринятом формате в интернете. То есть, когда вы в интернете общаетесь, то есть какие-то принятые форматы. Например, принято верстать странички в интернете в HTML, а не в каком-то другом формате. Точно так же для верстанной информации, для формата документа принят формат PDF, потому что он поддерживается почти всеми. То есть, не прочитать PDF-формат, это надо еще умудриться в сети. Ну, кроме PDF, конечно, существуют и другие форматы, такие как популярный формат EPUB, MOBI, FB2. Эти три формата, они популярны для чтения на ридерах. Ну, и эти три формата, конечно, если PDF-формат хорош именно для учебников, где есть сложная верстка, таблички, формулы, то эти три формата, они больше потребны для литературы плоской, то есть для плоского текста. Конечно, EPUB тоже может быть хорошо и структурирован, и сверстан, но это тоже большая особая проблема. Так что, в основном для учебников мы применяем формат PDF, а для таких литературы художественной и для тех видов учебников, где сложная верстка не применяется, также форматы вот эти три. Ну, и есть еще формат Déjà-vu, это формат, в некотором смысле, аналогичный PDF-у для сокращения объема. Он применяется для сокращения объема тех файлов, которые просто сканированы. Это в основном имеется в виду те книжки, которые старые, у которых верстки не сохранилось, которые приходится сканировать. Вот этот формат тоже популярен, и его мы тоже используем. Но, правда, все реже и реже. Для новых книг мы его не используем. Итак, какие у нас существуют издательские процессы для общения с нашими авторами? Полный процесс включает полноценный комплекс издательской работы и осуществляется за счет автора. Но есть оптимальный процесс, который для автора бесплатен. Он подразумевает авторскую редакцию и авторскую корректуру. Конечно, мы все равно просматриваем такие тексты на предмет грубых нарушений в редактуре и корректуре. Но это уже не полноценный издательский процесс. При этом, вот в этом оптимальном процессе основная тягость корректуры и редактуры ложится все-таки на автора. И вот в этом случае, значит, кроме всего прочего, автор, кроме бесплатного процесса, автор получает еще и два печатных авторских экземпляра бесплатно. Вот те контакты, которые надо знать для того, чтобы начать с нами общаться. Я вам предлагаю лучше вот эти два мейла использовать. Это наши редактора, которые находятся вот на переднем крае общения с нашими авторами. На любую из этих адресов можно послать свою работу в формате Варда и таким образом начать нашу работу. Ну, также можно загрузить через личный кабинет в библиотечной системе университетской библиотеки онлайн. Если речь идет о научной работе, то необходимо также предоставление научных рецензий. Здесь говорится как раз вот о том, о чем я уже на предыдущем слайде сказал, о том, что любое издание, конечно, подразумевает достаточно серьезную с ним работу на уровне корректуры и редактуры. Поэтому, если вы эти моменты берете на себя, мой вам совет показать вашу рукопись кому-то из ваших коллег. Не обязательно профессиональным корректорам, редакторам. Ну, о редакторе особый разговор. А вот что касается корректуры, то автор имеет такое свойство, любой даже хороший автор с хорошим русским языком имеет такое свойство не видеть своих ошибок. Поэтому, если кто-то со стороны посмотрит ваш текст перед тем, как к нам вы его отправите, это хорошо. Да, ну, это традиционная вещь. Вы знаете, я, например, знал коллегу из издательства «Коммерсант» в свое время, который писал блестящие тексты. Он был лучшим молодым репортером, по-моему, его даже. А вот писал он очень неграмотно. Он говорит, что когда я пишу тексты, я не вижу своих ошибок, я думаю совсем о другом. Ну, это почти известная вещь. То есть, более того, профессиональные корректоры и даже редакторы, они, как правило, текстов писать не умеют. У них совсем другая направленность в деятельности. Вот синтетическая направленность и аналитическая направленность это два разных действия, поэтому их лучше разделить по направленности. Вот даже, вы знаете, даже можете отдать своему дипломнику или своему аспиранту посмотреть работу, просто вот глянуть. Даже если он не является профессиональным корректором, он найдет у вас массу ошибок, которые даже чисто ворд не нашел у вас. Да, ну и кроме того, в процессе издания корректор и редактор, они оформляют, кроме корректуры и редактуры, такие два здоровых камня в издательской деятельности. Есть еще такой момент, как правильное оформление книги по ГОСТу, записей соответствующих, списков литературы, гиперссылок и так далее. Ну и еще раз хочу отметить, что в оптимальном режиме ответственность за корректуру и редактуру ложится на автора, а в полном режиме на наше издательство. В чем еще радость электронной книги? В том, что вам не надо думать... А это, да, вот Михаил Павлович пишет, что аспирантов самих надо проверять, а это ничем не... Понятно, что их надо проверять, но вы-то их проверите, а они вас проверят. Дело не в том, кто из вас умнее или лучше пишет, а в том, что именно другое лицо должно проверять. Какая прелесть еще электронных изданий? О том, что не надо думать о цветности, не надо думать об ограничениях, связанных с количеством иллюстраций. В частности, количество иллюстраций может быть такое, как вам надо. Сколько вы подберете, столько нет. Вот раньше вы приходили в издательство, а вам говорят, нет вот не больше такого-то объема, потому что вот деньги же пропорциональны объему, а здесь нет. Здесь вы можете подобрать столько иллюстраций, сколько вам необходимо. И причем в цветном исполнении, в таком, как они есть. Цветная картинка в электронном издании стоит ровно столько же, сколько и в черно-белой, в отличие от книжки, в котором существенно изменяется технология при переходе на цвет. Да, ну и, конечно, в современном мире мы находимся в ситуации, когда не все иллюстрации вы рисуете сами, а что-то можете заимствовать. Можете заимствовать из своих предыдущих книг, можете просто подобрать какую-то иллюстративную базу в интернете. Особенно, конечно, это касается гуманитарной сферы, где искусство, например, где можно подобрать много иллюстраций, причем иллюстраций неправных, которые находятся в общественном достоянии. Все это достаточно просто и придают вашему электронному изданию новое качество. Но, однако же, когда вы используете чужие иллюстрации, вы должны убедиться, что вы не нарушаете авторские права. И вот это вот один из ответов на тот вопрос, как это делать. Ну вот я... Так... Да, да, ну... Ринат Рауфовна, ну тут можно долго об этом говорить, и если вы помните, еще Ильф и Петров написали по поводу того, что было решено при издании энциклопедии было решено держать 10 корректур, и все равно на главном, на обложке было написано британское энциклопудие. Ну вот сколько ни проверяй, столько ошибок вы найдете. Никогда все ошибки в издании не могут быть найдены. Итак, современный автор, он должен быть немножко билд-редактором. Вот такова наша нынешняя жизнь, что мы очень часто... Да, да, да... Что мы очень часто сейчас используем чужой труд для иллюстрирования своего труда. И простейший путь для подбора иллюстративного материала таков. Вы просто используете ключевые слова в поисковой системе. Я обычно использую поисковую систему Google картинки. Обращаю ваше внимание, не просто поиск по Google, а поиск по Google картинкам. То есть вот видите, тут вот синеньким горят именно картинки. И при таком поиске можно делать много настроек, которые облегчат вам жизнь. Ну, в частности, можно использовать инструмент, вот такую вот кнопочку инструмент пользователя и выбрать необходимый размер. Например, вы можете выбрать только большие иллюстрации, чтобы не испытывать неприятности от того, что малого разрешения картинка будет некрасивая. Ну и что касается прав, вы можете использовать вот такой инструмент, как инструмент поиска права на использование и вот здесь вот указать с лицензией на использование. Это означает, что будут искаться только те картинки, которые размещены под лицензией Creative Commons или открытая лицензия. Напоминаю, что этот вид лицензии юридически включен в четвертый раздел Гражданского кодекса нашего, который описывает авторские отношения, то есть легализован. Другими словами, когда вы вот этот вот выбор сделали, то все эти картинки вы можете использовать. Единственное, как правило, то, что надо сделать, это где-нибудь в своей книжке указать авторство. Авторство, как известно, само по себе авторство неотчуждаемо и лицензии Creative Commons, они немножко отличаются от полностью открытой лицензии, когда поступает, то есть можно вообще картинку использовать в любом исполнении, не называя автора, ну как угодно вообще, да. Поэтому здесь есть такие нюансы. Но, однако же, если вы используете вот такой вот механизм, то вы, получается, доступ к тем картинкам, которые точно никто не, вас не за использование этих картинок, не обратиться в суд, и использование этих картинок, оно легально, абсолютно легально. Как я уже говорил, кроме самих текстов, необходимо еще и оформить выходные данные издания, да. Вот этот труд, он весь ложится на наше издательство, несмотря на то, какая схема используется, оптимальная для автора или полная схема. Это все равно за нами. Ну, дело в том, что это вот как раз специфические издательские компетенции, которые может только издательство выполнить. Ну, в частности, например, мы присваиваем АСБН, да, АСБН выдается книжной палатой, определенное количество вот этих АСБНов издательство покупает, а потом присваивает каждому своему изданию. Так вот, электронное издание, оно, разумеется, оно полноценное издание, поэтому для него применяются вот все те правила, которые и для бумажного издания тоже. Чтобы издать книгу, которая будет настоящей, да, несмотря на то, что в электронном формате она будет, необходимо соответствовать действующему законодательству и ГОСТам оформления. В частности, присвоить ей АСБН, подготовить библиографическое описание, проставить классификационные индексы, такие как УДК и ББК, знак защиты авторского права, выходные данные издательства, и, ну, в данном случае типографии нет, значит, просто издательство. АСБН – это знак, который, или номер, да, который выдается каждому издательству, который является уникальным в мире, то есть, если вам присвоен какой-то АСБН, это значит, в мире больше нет такой книги с таким с таким вот АСБНом. Это уникальный уникальный номер, поэтому раздается он централизованно через книжные палаты соответствующих стран, ну, соответственно, дальше по цепочке книжная палата раздает их издательствам, и издательство уже присылает конкретной книжке. Что касается ББК и УДК, это... А, ну да, вот еще немножко АСБН. Нюансы есть такие, что даже одному и тому же тексту может быть присвоен разный АСБН, если он публикуется в разных форматах, например, PDF, HTML и других, если разные версии у него есть, если появляются актуализированные версии, опять же, новые надо АСБН присваивать, ну, и для многотомных изданий надо иметь в виду, что есть один АСБН для всего издания, и для каждого тома тоже свой АСБН издается. Что касается индексов УДК и ББК, УДК это универсальная универсальная десятичная квалификация, ее производят для систематизации произведений науки литературы, периодической печати, по индексу УДК можно определить, к какому виду литературы она относится, даже не читая книгу, то есть это сразу понятно, к какой области знания относится данное издание. Ну, ББК это примерно то же самое, но это более специфическая библиотечная классификация, которая показывает в какой раздел библиотеки, в какой отдел библиотеки это издание, к какому оно относится и, соответственно, куда ее передать. Ну, и вот тут есть пример, как последовательно по индексу ББК можно определить, к чему относится издание. Вот, например, вот приведен вот этот вот индекс, 81 это языкознание, дальше 81, 41 славянские языки, начинаем уточнять, дальше 81, 411, 2 это русский язык, ну, и последний индекс означает, что это словари. Уже понятно, что это словарь, связанный с русским языком, и так далее, даже не читая книжку. Авторский знак, это вот этот, вот он здесь отмечен, это знак, который ставится тоже на книжку, он определенным образом, он состоит из первой буквы автора, или заглавия книги, и по специальным таблицам определяется здесь вот номер, и вот этот номер тоже издательство ставит на каждом издании, и на электронном издании тоже. Ну и собственно знак копирайта, сам знак копирайта, вот тут написано у меня, что это обязательный элемент книжного издания, на самом деле, по-разному в разных странах регулируется использование этого знака, не везде, не обязательно, чтобы обладать авторским правом при издании, совсем не обязательно этот знак использовать, даже просто сам факт публикации, он, то есть доведение издания до широкого круга лица, является фактом приобретения авторских прав, то есть отсутствие этого знака при публикации, оно никаким образом не дискриминирует автора, на самом деле, но для полной совместимости с законодательствами всех стран, этот знак, он как правило используется и нами разумеется он тоже используется. Итак, что у нас в нашем электронном издании имеет место быть? на обороте титульного листа, вот вы знаете, мы все-таки PDF это все-таки верстное издание, поэтому мы продолжаем использовать понятие титульный лист, да и вообще лист, хотя электронное издание по большому счету может листы и не иметь, вот например, как издание в формате FB2 или EPUB, оно не имеет листов как таковых, а листается так, как удобно внутри книжной читалки. Но тем не менее, мы вот для PDF используем это понятие. Итак, на обороте титульного листа указываются выходные данные книги, ISBN, UDK-BBK, знаки копирайта, библиографическое описание книги, а также размещается аннотация книги. В научных изданиях также размещаются рецензенты, авторы-составители, информация о первом издании и другая ключевая информация. На последней странице представляется информация об авторах и исполнителях издания, выходные характеристики об издательстве и так далее, при необходимости о типографии. Дальше у меня есть это в лучшем исполнении, давайте посмотрим. Базовый формат электронной книги это PDF, текст может также конвертироваться в форматы EPUB, FB2 и MOBI, но эти форматы вообще друг в друга легко преобразуются, при простой верстке EPUB правда может иметь более сложную верстку EPUB2 формат, но FB2 и MOBI они очень просто даже при помощи специальных программ конвертируются друг в друга. Не любой текст может из FB2 присутствовать в форматах EPUB и FB2 и MOBI сложные тексты только в формате PDF присутствуют. Ну а рынок популярных книг напомню, что у нас кроме электронных библиотечных систем есть еще интернет-магазин, в котором мы продаем книжки Non-Fiction. Вот для рынка популярных электронных книг больше используется формат EPUB и FB2. Мы делаем обложку. Производство обложки лежит полностью на плечах издательства вне зависимости от того, какой режим для автора выбран оптимальный или полный. Ну, разумеется, хорошая обложка это во многом больше это, конечно, касается электронного интернет-магазина. Обложка во многом определяет маркетинговый успех книги. Поэтому тут издательство это берет на себя. Аннотация. Вот в каждой книге используется аннотация. Ну, и более того, аннотация это очень важная часть книги, потому что и в интернет-магазине, и в электронной библиотечной системе аннотация это то, с чем сталкивается читатель, еще не скачав книгу для чтения. То есть в тот момент, когда читатель ищет ту книгу, которую он хочет почитать, ему в поиске или в разделах появляется информация о книге, и там же появляется аннотация. То есть аннотация появляется на предварительном этапе, на этапе поиска книги, поэтому она так важна. Если аннотация правильно составлена, то она побуждает, дает верную информацию о книге и побуждает к использованию дальнейшему использованию этой книги. Поэтому аннотация это труд совместной деятельности автора и издания. С одной стороны, никто не знает материал книги так же хорошо, как автор, а с другой стороны, аннотация это особый редакторский труд, и он должен выполняться профессиональными редакторами. Поэтому, как правило, первый вариант аннотации идет от автора, ну а потом это совместная работа с редактором. Где мы размещаем наши электронные книги? Прежде всего, это, конечно, наши электронные библиотечные системы, университетская библиотека онлайн и книга фонд и наши дополнительные ресурсы и сервисы книжные это бизнес-портал, школьная библиотека, ну в том случае, если эти книги именно по этим направлениям попадают в направленность этих сервисов, а также в интернет-магазине www.directmedia.ru То есть, вот таким вот образом мы осуществляем распространение электронных книг, ну и кроме того дополнительно осуществляется дистрибуция через наших партнеров, размещение книг на размещение книг бесплатно, разумеется, каждый автор может полностью самостоятельно контролировать всю статистику посещения и покупок своих книг в своем личном кабинете. в каждой книге используется ну не в каждой во многих книгах используется как правило в научных и в учебных книгах используется список литературы и вот у нас есть такой такая опция что список литературы точно так же как и аннотация он доступен еще до до чтения книги то есть в списке литературы которая вывалилась по поиску у вас вы уже можете посмотреть список литературы вот таким вот образом активность цитирования повышается и происходит вот такой вот повышается информационная и ссылочный метаболизм вот поэтому размещение ваших книг в нашей электронной библиотечной системе он повышает ваши шансы на существенно повышается шансы на цитируемость и так в среднем на издание электронной книги требуется примерно один месяц ну однако сроки могут варьироваться в зависимости от технических особенностей и сложностей технических книг наше издательство принимает все меры к тому чтобы информация о вашей книге была бы как можно быстрее донесена бы до всех тех кому это интересно ну в частности в наших электронных библиотечных системах все новинки всегда попадают на первый экран особенно когда вы происходит поиск по близкой тематике вот поэтому вот о новинках сразу становится всем известно однако следует заметить что если автор принимает дополнительные меры к продвижению своей книги ну в частности среди своих студентов и он понимает что книга размещена в нашей электронной библиотечной системе и советует студентам воспользоваться данным электронным изданием внутри электронной библиотечной системы он резко повышает используемость книги в используемость своей книги ну и это делает вашу книгу более популярной каждый автор может получить вот такой сертификат официальный сертификат который подтверждает факт публикации авторского материала это вот такая вот жесткая бумажка жесткая копия которая вам высылается что еще можно сделать по желанию автора вы можете и за его счет вы можете отправить 16 обязательных экземпляров в книжную палату это в некотором смысле шанс автора ну вот оставить свой след в истории культуры все-таки жесткие жесткая копия она продолжает иметь некоторый вес да и то что она попадет в главные библиотеки страны тоже важно хотя конечно все библиотеки тоже переходят уже на электронный формат и я думаю что скоро проблема проблема жестких копий она перестанет существовать вот и все мы будем пользоваться в основном только электронными версиями книг информация о вашей книге наше издательство посылает в ринс поэтому примерно в течение в течение месяца и обычно ринс в течение одного-трех месяцев включает книгу в свой индекс цитирования поэтому использование нашего издательства электронного это прямой путь к повышению вашего индекса цитирования вы можете попросить нас издать нужное вам количество книг по технологии print on demand вот есть такая формочка которая позволяет это делать вот ну а конкретных условиях это зависит от объема книги от количества экземпляров и так далее связывайтесь с нашими менеджерами они вам объясняют как как и хорошо Михаил Петрович да попадает в ринс потому что мы эту информацию передаем в ринс насколько я знаю про информ регистр нет ну я что-то сомневаюсь что есть необходимость их в информ регистре сейчас регистрировать спросите у наших менеджеров я не слышал о том что в информ регистре это регистрируется я помню раньше мы регистрировали в информ регистре сидером и так далее но по-моему для для электронных изданий в форме книг это совсем не обязательно так Нина Калиновна будет ли доступна презентация вебинара да я об этом сказал вы наверное чуть попозже зашли она уже доступна в окошечке ресурса можете ее скачать прямо сейчас Михаил Петрович ну я сомневаюсь но спорить не буду вообще честно говоря вот хочу сказать что все эти информ регистры это вот такие вот нахлебники наши они никакой полезной функции особенно не не выполняют и вот даже я лично занимаюсь электронной издательской деятельностью уже вот почти 25 лет не видел я пользы от этих вот информ регистров ни разу ну если есть такое требование значит значит есть не буду не буду сейчас спорить но да не буду спорить но узнать конкретно у наших менеджеров может быть может быть я даже и ошибаюсь в этом при разработке и при использовании а также при цитировании электронных книг мы опираемся мы соответственно вы тоже опираетесь на ГОСТы которые есть по этому поводу это ГОСТы 13 8 и 1 года электронные издания библиографическая ссылка и библиографическая запись библиографическое описание электронных ресурсов есть некоторые отличия вот в библиографических описаний электронных ресурсов так что если будете потом ссылаться на свои книги делать в списках литературы их использовать вот есть некоторые различия ну эти ГОСТы вам все равно лучше бы почитать но вот различия примерно такие они помечены здесь красным цветом это то что для таких изданий необходимо указать режим доступа режим доступа дальше ссылка на эту книгу и информация о той дате когда вы процитировали эту книгу с тем чтобы убедиться что вот за это время ничего не произошло то есть книга потом по этому адресу могла бы и поменяться но вы ссылаетесь вот на то тот вариант этой книги который вот в данном случае 17 мая 16 года существовал на данном ресурсе ну и дальше вид доступа это доступ по паролю или свободный доступ ну в данном случае у нас доступ по паролю в нашей электронной библиотечной системе что мы издаем монографии учебники это самое главное малые формы мы как правило не издаем типа методичек нас больше интересуют крупные формы в зависимости от вот тут существенная запись в зависимости от ценности книги издательство может взять на себя все расходы на полное издание с выплатой гонорара но тут это вопрос как всегда связан с тем что это за книга что еще мы перездаем ваши книги которые выходили в бумажном виде напомню что когда вы издаете бумажные книги вы передаете права именно на бумажную книгу а права на электронные издания остаются у вас вот имейте это ввиду поэтому мы да я только что сказал на одном из предыдущих слайдов что сертификат за публикацию дается также сборники статей и трудов опубликованных научных журналах сборники конференций тематические сборники и так далее это мы тоже тоже принимаем к изданию ну вот основная информация основное я вам передал конечно имеются некоторые частности и вы всегда при общении вот с теми менеджерами о которых я вам рассказал они вам всегда расскажут те нюансы которые могут касаться конкретно вас тема исчерпана как раз вот мы в час сегодня уложились давайте я посмотрю что мне написали во вкладочке вопросы ну частично я ответил давайте попробую давайте так как многие вошли после начала еще раз объясню как скачать презентацию презентация свободна для применения вы можете ее скачать и использовать со ссылкой на нас и так еще раз рисую эту стрелочку примерно в этом направлении в вебинарной комнате находится кнопочка с в виде желтой папочки вот нажимая на эту кнопочку вы открываете последовательно открываете или закрываете окошко с названием ресурсы в этом окошечке вы увидите две ссылочки и два документа документы обозначены иконкой дискетки при нажатии на иконку дискетки происходит загрузка данного документа на ваш компьютер в данном случае у нас в ресурсах есть эта презентация и план наших вебинаров до конца декабря пожалуйста скачайте эту информацию если у книги нет автора какая буква будет знаки авторских прав как я уже говорил либо по имени ведущего автора либо по имени по названию берется эта буква какая именно буква не знаю я лично не библиограф но я думаю что у нас есть достаточно количество квалифицированных кадров которые вам ответят как посмотреть картинки с открытой лицензии ну вот я вам один из путей рассказал есть на самом деле еще одни есть еще пути это есть специальные сервисы в интернете которые занимаются поиском картинок с открытой лицензии вот один из них по-моему называется спрус но и google картинки тоже с этим прекрасно справляется для подбора иллюстрации это вполне достаточно можно ли переводить PDF в другие и наоборот я уже сказал для простого текста все легко переводится а вот для сложной верстки PDF очень плохо переводится в другие форматы в EPUB 2 он еще может кое-как переводиться а вот VFB 2 и Mobi не может переводиться потому что они это форматы по своим возможностям очень очень низкие то есть ну в основном только текст могут воспроизводить так и еще вижу вопрос в другой вкладочке если не удается скачать материалы их можно можно получить на электронную почту ну давайте попробуем Евгений Михайлович вот на настоящий момент у вас вам не удалось скачать я в общем всем тем кому не удалось скачать презентацию вот на этот адрес напишите пожалуйста мне и я вам лично пришлю так еще в общей папке вижу запись вебинара будет Людмила Михайловна перейдите в самое начало нашего уже не видно да ну давайте я вам сейчас еще раз дам запись вебинара будет будет доступна на нашем портале учебном портале вот адрес где будут где будет размещена запись нашего вебинара запись как правило появляется ну через там дней дня 3-5 потому что мы за всю неделю оцифровываем наши вебинары и кладем их на YouTube да надо нажимать именно на иконку и тогда вы сможете скачать материал спасибо спасибо за достаточно корректное время проведения вебинара хотя 9 а ну это вы знаете вот мы специально проводим это в то время когда у нас страна большая всем невозможно угодить либо обижаешь европейскую часть либо обижаешь восточную часть но как правило когда в 12 по Москве то все еще люди успевают хотя бы в свое личное время вебинаром воспользоваться коллеги ну вот да вот вижу что на большинство вопросов вроде бы я уже ответил если чередовать время Юлия Владимировна если чередовать время тогда люди люди ведь привыкают к одному и тому же времени вот тогда они будут дезориентированы коллеги спасибо вам за то что вот так достаточно много вас сегодня пришло да Петропавловский ну что ж у нас есть еще и есть еще и записи вебинаров в них тоже можно участвовать коллеги спасибо за то что все пришли сегодня так еще один вопрос вижу да можно прямо прямо ко мне в почту и соответственно я на ваш адрес вышлю тогда презентацию что ж будем прощаться до завтра мой следующий вебинар завтра кому интересно приходите пожалуйста ну и вообще у нас интересные вебинары в декабре еще много будет что ж коллеги спасибо всем за внимание до свидания жду вас